Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, что я ем за день в Таиланде, показать и рассказать, какую вкусную и необычную еду я здесь ем и сколько она стоит. Первый день нашего отдыха на Пхукете мы отправились на завтрак в нашем отеле. У нас в отеле система шведский стол, но если честно, шведский стол так себе. Я немножко вам покажу, что было из еды на завтрак. Меня сильно ничего не впечатлило, поэтому я поела немножко фруктов и панкейков. И оставила место на то, чтобы поесть где-нибудь на улице. После завтрака мы сразу же отправились на пляж, где начался очень сильный дождь, но у нас было суперкрутое настроение, мы не хотели сломя голову бежать назад в отель, поэтому мы решили взять себе смузи и кокос. Выглядели мы, конечно, очень смешно, пытаясь спрятаться под вот этими маленькими навесами от ларьков. Вы можете здесь видеть, как все туристы убегают в дождевиках с пляжа, а мы выбираем мне кокосик. И вообще разглядываем, какая еще еда продается на пляже. Мы забрали свои смузи и кокос и промокшие насквозь отправились в отель переодеваться. Кстати, на смузи и кокос мы потратили чуть меньше 200 рублей. Пришло время обеда, и мы приехали на рынок Малин Плаза. Это небольшой рынок с едой на Патонге. Прежде чем выбрать, что мы будем кушать на обед, мы решили обойти весь рынок и посмотреть все, что тут есть, чтобы точно не ошибиться с выбором. Глаза просто разбегаются от такого количества еды, и я очень долго не могла решить, что же я буду кушать на обед. Огромный выбор фруктов, нереальное количество разной жареной еды, разные морепродукты, разные блюда с рисом, супы, том-ям, блинчики и многое другое. Мы даже нашли траву. Ну вы понимаете, о чем я. В итоге мы решили взять по смузи. Илья взял себе смузи с манго, а я взяла себе с драгонфруктом. И еще нас угостили двумя бананами. А покушать я взяла себе салат с папайей и креветки в кляре. Илья взял себе том-ям. Но в итоге мы всю еду едим друг у друга, поэтому эти три блюда на нас двоих. Хоть я и попросила салат с папайей сделать не острым, его сделали безумно острым, поэтому я его чуть-чуть поклевала, повытаскивала папайю и какие-то еще овощи, и доедать не стала. Том-ям у Ильи тоже оказался достаточно острым, но не настолько острым, как салат, поэтому он его съел, и я немножко попробовала. А вот креветки в кляре оказались очень вкусными, и мы их съели полностью. К смузи, конечно же, тоже не было вопросов, они безумно вкусные. А еще пока мы кушали, к нам пришла кошечка, и я не удержалась, и подкармливала ее креветками. Мы весь день гуляли, еще раз съездили на пляж, и вечером поехали в гости к нашим друзьям, которые живут на Пхукете. Мы немножко побыли на их вилле, посмотрели, как они живут, и отправились ужинать. Ужинать мы приехали в буфет с безлимитной едой. Безлимитные буфеты — это такие распространенные кафе в Таиланде, где ты платишь за вход и можешь кушать сколько угодно еды. Конкретно в этом буфете цена входа на одного человека — 300 бат. Это около 600 рублей. И еще плюс 100 бат за такую кастрюлю-сковородку, на которой ты будешь готовить еду. А готовить еду придется, потому что самая вкусная еда в этих буфетах подается сырой. Разные креветки, мясо, овощи — все, что твоей душе угодно, ты можешь набрать в любом количестве и пойти жарить это на своей сковороде-кастрюле. Мне очень нравится формат таких кафешек, во-первых, потому что я люблю есть, а во-вторых, потому что мне очень нравится готовить в таком формате. На верхней части сковороды надо жарить еду, допустим, мясо, а в нижней части, где налит бульон, можно что-либо сварить. Также за дополнительную плату в таких кафе можно взять мангал. На таком мангале можно пожарить разные шашлычки либо рыбу. Вроде как такой мангал стоит 200 бат. Также, конечно, в этом кафе есть готовая еда, и если вдруг ты не хочешь доплачивать за мангал, либо за сковородку, ты можешь поесть готовой еды. Правда, там небольшой выбор. Но зато очень радует, что есть безлимитные напитки, за них доплачивать не надо, ты можешь пить сколько угодно. В этот вечер я объелась просто до отвала. Я обязательно вернусь в это кафе и сниму для вас более подробный обзор. А пока большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем удачи!